ну что друзья если вы тоже слышите звуки сару сороки значит вы понимаете что я на улице на улице и сейчас будем мерить давление масла поскольку я дошел мастера моей мечты это хорошая новость а плохая новость это то что мастер этой мечты это я опять я значит что было сделано поскольку я не дождался мы уже договорились было померить давление масла с одним моим старым знакомым вот но у него была машина на подъемнике это же стучал был стучок и никак он не мог его найти и в итоге сегодня не могу завтра не могу на этой неделе не могу в общем ну не получилось я решил тогда так купить самый дешевый вот такой вот манометр для измерения давления масла написано что польской но инструкция почему-то на китайском языке я немного переживаю что может быть там такая резина которая не выдержит масло и ему поработать 10 минут всего нам всего удастся поэтому пока что ребята не спешите покупать то же самое подождем пока сначала у меня все произойдет поскольку он дешевый то может быть на какое-то время его и хватит просто я подумал что а если захочу измерить давление масла несколько раз и так значит что сделано манометр уже имплантирован вместо датчика давления масла вкручивается вот это чудо китайской мысли но масло немного протекло зато вот здесь вот как вы видите все сухенько все сухенько и там все сухенько и поддончик сухенький и вот здесь вот все хорошо сухо это сзади ну и спереди вот этот болт который угловой все сухо когда машинка перестанет моргать значит соединение произошло выключу лампочку но нам уже не нужно вот соединение установлена где-то мне нужен обороты обороты и температура значит вот держим и пишем удалить прибор держим выбираем удалить прибор теперь нажмем сюда добавить прибор значит возьмем циферки пускай будут циферки цифровой и начнем нужно 1 нам нужно температура на букву т 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 так what temperature воздуха на впуске температура там температуру охлаждающее жидкости вот раз и размер возьмем большой чё нам там вот сюда его в уголочек тыкс и добавим еще один прибор обороты назовем его крыло ммм обороты двигателя обороты в минуту огонь тоже пусть будет большое чего уж нам есть готова так нитравка ручник пары выключены ну что бой надеюсь ничего там такого нет какой-то звучок я услышал странно что не горит лампочка давления масла это мне странно что-то у меня масло не фигачит никуда вроде не фигачит ага прибор упал в ремни офигеть свалился собака сейчас ремни его наверное пропитет первый блин комом наш манометр уронился видите возле ремня как раз что не течет он ну короче он какой-то мокренький мокренький так ну что попытка номер два мамаша включай я услышал тот звук его падения мы бежим посмотрим пока еще что-нибудь не произошло так чудо китайской мысли начинает нам что-то показывать вот вот такое у нас давление масла давление масла при какой-то там температуре при какой температуре при этим при оборотах вот холостой ход у нас давление масла в районе 3 как-то это надо бы рядышком бы так положить было бы тряпочка почище было бы вообще ха-ра-шо ну короче короче это у нас еще не прогрет двигатель и так и хотелось бы дождаться вентилятора а вот и он голубец оба причем закрутились открылся термостат наверно ну что ж значит можно считать что рабочая температура у нас достигнута давление масла 1 и 2 бары на оборотах 760 пойду к может фары включить давайте еще один заходит посмотрим на 2000 и на 3 давайте на 1000 для начала полторы 2 2 с половиной 3 и опять холостой ход после этих издевательств все сильнее прогрелась вот уже 08 мамаша выключай все друзья на этом я заканчиваю я жду ваши комментарии насчет этого давления масла потому что в мануале по моим и по моей машине нету давление масла по оборотам там есть только что на холостом ходу должно быть не меньше чем помнится 029 как то так поэтому если вы знаете можете что-то сказать полезное пожалуйста прокомментируйте кроме того перед тем как лезть смотреть вкладыши коренные шатуны я проверил метки грм правильно ли я поставил ремень я заглянул в цилиндры эндоскопом посмотрел нет ли там отпечатков клапанов на поршнях я прикрепил магнитик пробки поддона масло сливной и если там накопится кучу всякой гадости значит я это увижу а поддон был вычищен и это означает к сожалению что это уже свежие и я записал этот стучок который мне не нравится но я еще и правда не смонтировал по прошлому видео мы посмотрели сколько смазки в шаровых на рычагах осметал и вы в комментариях пишите что там у лимфердера значит была у меня возможность заглянуть что там у лимфердера я это зафиксировал и тоже будет видео на эту тему за сим позвольте откланяться вашим машинкам бегать и ломаться лично вам всего самого хорошего